Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Привет! Мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, которые за каким-то рядом следят за этим низкобюджетным сериалом с сортирной песенковой атмосферой, буханкой в главных ролях и юмором, от которого во рту у вас появится лёгкий миндальный привкус! Шаманы, конечно же, в вкусе наших попок! Конечно! А вообще, игра всё больше и больше поражает меня! Тут достаточно кривые анимации, боёвка такая, словно я дерусь на световых членах, Сломанная оптимизация, но вот квесты... Это просто сраный, гениальный немецкий артхаус! Если квесты орков вам казались рэфельными, то после квестов Варанта вы скажете, Чел, ты... А ещё я тут полазил в прекрасных горах, за которыми скрывается огромное ничто. Нашёл броньку около чмошную и словил лютый баггич. Ой, мне надо переодеть... О, что со мной происходит? Мамочки, слезь с меня, я не смогу так жить! Но это не беда, ведь, как говорится о великой варанской поговорке, Лучше гор бывает только шейкер с имбой энерджи. Ведь в имбе энерджи содержится убер-энергетическая смесь, После которой сам сверхчеловек скажет, Эншульдигум, вон да зак? Энергия напитка заструится по твоим венам, После чего ты с лёгкостью пройдёшь секира, гонку из мафии, сдашь ЕГЭ, Сбросишь листву, и всё это за одну ночь! Ходят слухи, что имбе энерджи добавляют в рацион российских киберспортсменов, После чего они становятся киберспортсменами корейскими! А ещё особой сладостью этого шугар-фри напитка является его цена. Всего 47 рублей за порцию энергетика, А если брать в бандлах, то там ещё и шейкеры, плюс выгода, и бесплатная доставка на заказ от 1000 рублей! Тем более, по моему промо-коду действует скидка 10% специально для моих зрителей. ИИМБА ЭНЕРДЖИ! Переходи по ссылке в описании под роликом. В прошлый раз мы закончили на том, что вот, Пред нами великая пустыня, которая является родиной ассасинов-прислужников Белиара. То бишь местных восточных сатанистов, которые продали душу рогатам ради золота, аниме и переиздания первоготики на современном движке с вырезанным контентом, в котором ходит DLC. С предысторией жизни под куполом, где мы играем за сексуальную немку с членом. Также это то место, где находится часть нужных нам артефактов, очень нужные к Сардосу, который отправил за этими артефактами бесхребетного Косипошу. Подожди, странник, не проходи мимо. Ты можешь упустить своё счастье. Радушно нас встречает торговец с водой, и это уже хороший знак. Ты, наверное, хочешь пить. Вот, выпей глоток холодной мачи. Понятно. Сразу же за ним нас ждёт небольшой гор... не, посёлок. Хотя, не. Пограничная дача под названием Браго, где тусуется аллегория на евреев и бога Яхва, которая выглядит как аллегория на мусульман, потому что всё это план самих евреев. Я знаю, почему ты здесь. И ты пришёл как раз туда, куда нужно. Неужели? Ты пришёл, чтобы купить сас, который как раз... Неужели? В нашем доме поселился замечательный сосед. Да, здесь тусуется Диегоч, и это... Просто... Уверен, что с ним нас ждёт очень классный квест, который взорвёт мой мозг. Хочу немного поохотиться. Тут ходит несколько тёмных глорхов. Если есть желание, можем пойти вместе. Вау! Всего лишь квест на убийство нескольких мобов. Что ж, надеюсь, эта пробежка хоть к чему-то интересному приведёт. Местность здесь опасная. Я нисколько не удивлюсь, если здесь где-нибудь прячутся кочевники. Но мы же... Мы же даже ничего не сделали. Большинство рептилий — жёсткие твари. Да ладно! Ну Диего, хватит троллить! В конечном итоге мы всё-таки убиваем глорхов, но уже по моей прихоти, потому что кожа этих созданий мне пригодится для одного из локальных квестов. Дело в том, что в этом месте на данный момент заправляет некий тёмный маг Нафалем, который предлагает нам одну выгодное дельце. Только тот человек, который умеет хорошо вести дела, достойен узнать наши тайны. Я хочу предложить тебе одно такое дело. Что скажешь? Конечно, я согласен. Варантии действует своя собственная иерархия. Во главе народа стоит некий челик Зубин, который служит Беляру и повелевает нежестоящими тёмными магами. Под тёмными магами находятся ассасины, под ассасинами — торговцы, под торговцами — рабы, а под рабами на самом дне находится буханка с усами. Торговцы периодически должны отдавать дань Зубину через тёмных магов, дабы он смягчал гнев Беляра. А ассасины защищали обычный люд от главной опасности в этих пустынях в лице кочевников, которые являются местными повстанцами. И вот прямо сейчас Нафалем просит нас собрать дань с местных торговцев снова. Они не то чтобы не хотели платить, скорее они позволили себя обобрать. В общем всё в Варантии, слава богу. Собрать дань не так уж и сложно, один отдаёт добровольно. Конечно я заплачу, передавай от меня привет Нафалему. Другой после того, как мы даём ему по роже. Ну как, теперь ты хочешь заплатить? Ты не оставил мне выбора, отец тяжёлого удара. А третий вовсе предлагает нам сделку, по которой мы отдаём ему наши шкуры ящериц. Он обеспечивает нам модный лук, а мы платим дань за него. Выглядим ну чисто как пустынный Джеки Чан. Ещё нам надо собрать дань с нашего знакомого торговца воды, который должен был отдать Нафалему кубок разносчика водицы. Но случилась беда. Я отдал его Туфайлу, когда он собирал дань. Но этот сын бездельника пробовал его. Где кубок может быть сейчас? Он у кочевников. Идти против бандитов одному это поступок коренного ПТУшника, поэтому я решаю совершить ход конём. Недалеко сидит тот самый распизчелек по имени Туфайл, который похерил всю дань. Кстати, Нафалем попросил нас убить его, чтобы жизнь медом не казалась. Церемониться с ним нечего. Это послужит предостережением для других. Вы, наверное, не знаете, но варантий это такой особенный способ рофлить. В общем, мы договариваемся с ним, что он помогает нам бить разбойникам рожи. А мы за это даём Нафалему деньгу, дабы тот не имел ничего против Косяки Ча. Хотя Нафалему это благородство немного смутило. Будь осторожен, путник. Черота натуры может означать большую... Как говорит учение Белиара, если человек не пьёт, не курит и всем помогает, то невольно задумаешься, а он в случае мне... Однако не все местные траблы решены, ибо тут недавно случилось ужасное преступление. Из этого места кочевники выкрали одну единственную на весь посёлок женщину. Асару и его клан просто похитили её. Сейчас он наверняка сидит в своём лагере и любуется её танцем, сукин сын. Ну ничего, в конце концов всё не так плохо. Тот же Нафале может взамен бабы использовать туфайла. Нам желательно спасти даму, но просто так логово кочевников не найти. Однако нам поможет внезапный старый знакомый, которого тут уж точно не ожидаешь увидеть. Ну-ка посмотри-ка, кто там идёт. Один из магов воды по имени Риордан. Оказывается, вся коллегия магов воды сейчас разбросана по всему Варанту в поисках древних артефактов. И вроде хорошая новость. Но как оказалось, они сотрудничают с кочевниками, а значит просто так я их не порезаю. Вместе с ним идём до логово негодяев, где я таки нахожу эту несчастную бабёнку, которая флексит для этих пацанов. От этой музыки я тут пею! Ты идёшь в опасную компанию, странник? Это не в первый раз. Про разговор с главой местных негодяев я даже ничего говорить не буду, потому что оппозиция по дефолту сосёт. Лучше отдавать дань какому-то там деду, чтобы он защищал меня от выдуманных злых сил, потому что это по-нашему, по-косыпошному. Да ну? Забираю тянку, отвожу на фолэму. По ночам она будет услаждать меня своими ясами. И иду дальше по пустыням в поисках рофлов. Следующей моей стоянкой будет Бен и Рая, который чуть больше прагода и чуть веселее. Как и в предыдущей локе, тут есть начальник, который предлагает нам джабер. Если ты хочешь настоящую работу, тогда у меня для тебя кое-что есть. Нам надо сходить в лага и глянуть, как там дела, его поступления в виде лавэ оттуда прекратились. А для предпринимателя Варанта отсутствие денег даже хуже, чем отсутствие письки. Дэти, хватит! Шутки прописаны, это не смешно, это аморально, это деградация. Давайте лучше смеяться над действительно хорошими культурными шутками. Заходит как-то в бар Оскар Уайлд и мальчик, который никому ничего не скажет. Также тут есть стандартные квесты на зачистку слэш-убийство всякого говна, которые по сути не особо-то интересны. Но эти квесты все равно надо бы выполнить, так как в Бен и Рай есть местная достопримечательность в виде золотых шахт. Куда нас пропустят, если мы заработаем норму репутацию? Эй, ты, далеко соврался? Да вот хочу факаться. Знакомая песня. Хм, а меня не наёбешь. Ты явился сюда поживиться золотишком? Тиш-тишком. Ступай к Санчо, и пусть он даст тебе сас. Да неужели? Вот теперь я могу с уверенностью сказать, что наш Касипош реально мотивейтед. Но я в какой-то момент просто в крысу проник в шахты, дал по роже рабам, чтобы они не мешали, и добыл всё золотишко. Тем самым я показал, что булка против системы, и вообще он по жизни анархист, слушает киш, пьёт водку, ходит в детский садик, срёт в песочницу. Так что сразу давайте переместимся в лагу, где творится какой-то пиз... Начал с того, что большая часть населения лага редкостной торчи. Всё нормально? Всё отлично. Я втяну ещё немного травки и буду строить шусок. Ты что, накурился? Прошлый раз я был такой обкуренный и придумал гениальную лодку. Ты? Да. Ты издеваешься надо мной? Ты когда-нибудь курил лёжа обнажённым на шкуре? Я испробовал уже много шкур. Только белого волка у меня ещё нет. А всё потому, что тут обитает раб Расул, который является профессиональным ганжаводом, который считает, что эти земли идеальны для роста торчина. Она растёт быстрее, чем я успеваю курить. Условия здесь идеальные. Много солнца, свежий ветерок. От этого цветочная пыльца становится необыкновенно хороша. Однако даже в этой обители Кумара не без беды. Местный начальник говорит нам, что шахта перестала давать доход, так как кочевники пришли и всех рабов спизд... Плюс рядом тусуется какой-то убер-кочевник. Некоторые утверждают, что он не просто человек, а человек-зверь. Всё ясно! Он Фури! Я Шак... Но одним Фури беды не оканчиваются. Мало того, что кочевники растоптали урожай... Проклятые бомжи! Они освободили ровов и украли мой урожай. И вытоптали мои растения. Бомжи, чёртовы! Так ещё и шершни оказались теми ещё любителями пошабить, которые периодически торчат с болотника рассула. Да, у этих тварей губа не дура. Я чуть не блеванул, пока пытался имитировать пчелу Еще у этих работяг в плену находится некто неизвестный Я бы хотел узнать, кто это, но так уж вышло, что все тихушничают и ничего мне не говорят Ты знаешь, кто пленник? Пленник? У нас есть пленник? Забудь Правда, с одним из Гашинах мне все же удалось договориться Слушай, я может и пыхнуть и не дурак, но соображаю Он мне скажет имя пленника, если я ему кое-что сделаю Фабио вроде чего-то от меня хотел Чтобы ты поменьше курил? Чтобы я разобрался со шныгами на побережье Эх, ладно И самое смешное, что имя-то пленника я узнаю и им оказывается Слушай, этот пленник один из магов воды Он преклонного возраста, а зовут его Ватрос Ватрос? Я Ватрос, слуга Адоноса, стража равновесия божественного и земного Рассказываем, что Ворон держит людей в удаленной части Хориниса И ловим от ватрушки респект Спасибо, что ты есть Наш старый знакомый тусуется за этими дверями, которые мы без ключа не откроем Даже если запихнем в замочную скважину Поэтому мне не остается ничего, кроме как убить всех жителей этого участка Ну, кроме раба-биолога После того, как я зачистил лага Я решил, что уж теперь-то самое время И сходил к Санчо, дабы сказать, что там беда, рабов нет, все грустно Правда, Санчо начал что-то подозревать Плохие новости Кто-то нападает на наши города Как только мы найдем виновника Расправа с ним будет короткая Он попросил меня отправить туда новую партию рабов Чтобы снова начать добывать золотишко И уже в мертвый лагу Я ласково попросил пойти со мной Несколько истощенных полудохлых работяг Ты и твои товарищи Вы сейчас пойдете со мной Да Всегда найдется чем нас занять Не минуты отдыха Мы пришли Ох Опять работать кайлом Конечно, у меня есть выбор освободить их От этого ужасного гнета, но Вперед за работу Солнце еще высоко Ну хорошо, хорошо Прежде чем я открою эту дверь Хочу заранее вас предупредить Что пустыня Ватроса не пощадила Если раньше он был ехидным косплеером Абдула То тут он стал белым Аданас не забыл своего слугу Да ладно Самое печальное, что этот бледный Абсолютно бесполезен и не говорит нам ничего нового Он даже нам награду ничего такого не дал Ну и зачем я вырезал этот прекрасный ганджадок Да ну с такими приколами пойду дальше Моя дорога ведет меня в сторону Бен Сала И храма, который находится рядом Тут дела идут еще хуже Начнем с того, что большая часть этой территории оккупирована нежитью И ладно, вроде бы мы уже били зомби и скелетов Но страшные здесь не они А сраные мумии Которые походу являются секретными наработками немецких ученых Которые насмотрели сжожи и решили создать своего собственного египетского джатара Из разговора с одним из орков мы узнаем, что это все следствие жадного идиотизма со стороны людей Ты глупая, алчная морра Какой-то негодяй Пробрался в храм Украл оттуда важный древний артефакт И смылся в далекие края На все это биляр такой глянул И наслал на эту местность проклятие в виде нежити Правда, поволтав с местными и немного пораскинув мозгами, я понял, кто этот вор Это был Басир Этот сын вора открыл храм Еще в Монтере я наткнулся на одного торговца по имени Басир С простым квестом и вроде бы пустецкой историей Смотри-ка, ты еще ничего не слышала, постигши меня счастье? Он прибыл сюда из варанта с караваном Который ограбили повстанцы Да-да, вот эти самые дебики Тебе следовало бы выказывать нам чуть больше уважения Они украли все его пожитки вместе с, как потом оказалось, древним артефактом Который они потом отдали Гурну Повстанцы дали мне этот божественный артефакт, понимаешь? Мол, он сделает тебя убер-мега-мега-сильным Или отправил его в Готу за камнем телепортации в столицу Правда, этот артефакт Гурн потерял во время битвы против демона, который мы и нашли Так что этот самый украденный артефакт сейчас находится у нас И это один из тех самых артефактов, которые нужны к Сардосу Вот как до такого вообще можно додуматься, я не понимаю Пираньевый гений, низкий вам поклон в ноги, попу, писю После этого сознание вполне можно забить болт и идти дальше Но наш Косипоши мягкосердечный жаднич, который за деньги готов пойти даже на самую грязную работу Тем более, это же жители варанта Да, они поклоняются Беляру, но сами по себе они очень няшные и добрые Добро пожаловать, путешественник Оставь нам немного того счастья, что ты носишь с собой Тем более, ну как тут откажешь, когда с тобой так разговаривают Чем я могу помочь? Вы только послушайте Он пробился к нам и спрашивает, чем он может помочь Это мужество человека, который не ведает опасности Так говорит истинный герой Ой, ну ладно Я прошу тебя, спаси мой город Само по себе спасение этого городка не является мудреным Нам надо убить нежить в окрестностях и потом за компанию с орками двинуться в сторону храма И хоть вроде звучит не сложно, но на самом деле сложно Потому что нежить просто орда монгольская А мякиш как был мякишем, так и остался Хотя я пошел на крайние меры и обучился мастерству борьбы на двух мячах Ну чтоб ну чисто всех накускировать Правда это не помогло и все равно нежить устраивала мне трули подсрачник экспириенс Но, закидав нежить своими трупами, я все-таки очистил все и все и обрадовал челиков восточных Благодарю тебя, о, отец храбрости Я знал, как только я увидел тебя, я сразу понял Этот человек нас спасет Ладно, ладно, хватит слов Позволь мне осыпать тебя золотом Еще один город остался счастлив Но не стоит на этом останавливаться, поэтому двигаемся дальше В этот раз мы идем в город, чье название теперь будут использовать все мои зрители как одно из моих имен Город Бакарыш Расскажи мне что-нибудь о городе Францев тут не часто встретишь Это уютный ламповый крамовый город, где сидят темные маги К которым желательно было бы подмазаться, потому что мне просто делать нечего К самим магам меня пока что не пустят, потому что действует правило типичных корочек городов Мое имя Амуль Я получил власть, которая и не снилась моему отцу Темный маг Амуль говорит мне, что я должен быть полезным и посылает куда подальше Затем я к карифане с торговцем Ашну, который говорит, что идеальным способом подмазаться будет сбор дань торговцев для темных магов Конечно, я поддержу тебе в твоем желании, сын великодушия Но само собой торговцы просто так дань мне не отдают и требуют, чтобы я тоже для них всякое сделал А именно нашел хлам, убил животных, доказал, что я не пальцем деланный и просто центровой пацан Я заключал выгодные сделки с Нафалемом Да, это хорошо Вдобавок я становлюсь гладиатором арены И одному из местных полицаев помогаю очистить логово от ползунов И вуаля Вот твои шкатулки Я скоро стану самым почитаемым торговцем Бакареша Держи, это тебе Темные маги любезно пропускают меня внутрь А там я уже веду с ними светские беседы Что? Ты что думаешь, что в лазбилляре можно купить? Ну да, вообще-то Хорошо, я научу тебя Также этот темный маг не упускает случая порофлить Дело в том, что один из торговцев попросил меня подмазать его вот этому замечательному сатанисту И сказать, что он классный и совсем не дотер Я полагаюсь на тебя, сын обходительности Макс сразу просил фишку и спросил на честничах, что я думаю об этом торговце И чтобы уж совсем не быть шмоня-лизом, мы сказали о нем, ну, средне что ли Он не очень расторопный Да, верно, убей его Мда, вот уж то-что, а варантии умеют ловить тролли хихишки и хахашки После той истории с троллями, бои с животными на арене запрещены Троллями? Да, это была идея Амуля Он хотел устроить зрелище Зрелище получилось хоть куда Да не совсем такое, каким он его себе представлял И вроде пора бы уже заканчивать видео Но дабы вы словили некую сатисфакцию Я вот что вам покажу После Бакареша я отправился вглубь Варанта К еще одному храму, внутри которого уж точно должен быть артефакт Но про который я вам расскажу уже в следующем видео Так как там вообще жуть Но не суть В этих местах засели орки, которые пытаются пробраться внутрь и магии воды Включая нашего старого знакомого Сатурса Я надеялся, что мы справимся и без его помощи Но судя по тому, как развиваются события Хотя бы ты, старина, как был чоколадным, так им остался Ты не слишком торопился А еще ты остался такой же вредной жопой Но постой, разве я тебя не знаю? Ну конечно Проклятый ублюдок О его заданиях мы поговорим уже потом Но Вот вам еще приятность В этих местах мы находим Лестера Который обдолбался и начал для орков песок копать Будем считать это отсылкой на Брекен Бет Следующий ролик выйдет скоро Я и так быстро работаю, как могу И там, я надеюсь, мы раз и навсегда покончим с Варантом И я наконец-то смогу доделать свои дела в Миртане Чтобы потом отправиться в Нордмор Чтобы потом уже закончить Готику 3 Послать куда подальше всех фанатов Готики И зависнуть в богоподобной Аркании Но сначала тебе придется пройти отвергнутые боги А на сегодня все Большое спасибо всем тем, кто ставит лайки Пересматривает олдовые видосы Смотрит эти видосы С выключенным адблоком И просто спасибо вам за то, что вы у меня есть До скорых встреч Мои дорогие друзья Пока Однажды Беллер пришел к Зубину и сказал Слушай, твой народ уже столько лет страдает Пистыни Кышить песок на завтрак, обед и ужин Давай я вам помогу Дам вам еды, воды, тряпов А вы мне за это золота и уважение Зубин согласился Беллер показал ему палец и сказал Дергай Зубин дернул, но дернул не за палец А за пожилой белярский песяндрик Беллер от неожиданности аж накезил прямо в варанский песок Так появились кочевники Дергай